Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан спрашивает Барана, ты не чувствуешь отсутствие Феррата и Гуля? Когда Бэрон не отвечает, Дилан говорит, я знаю, что даже если ты не ответишь, все, что я хочу, это найти способ жить вместе. Баран говорит Дилану, что не все наши мечты сбываются, Джихан все еще переживает эту травму, я должен думать обо всех, о тебе и нашем ребенке, теперь постарайся тоже немного подумать о нашем ребенке. Дилан встает от Барана и смотрит вниз, задаваясь вопросом, думаю ли я только о нем или нет, и я не могу забыть нашего ребенка ни на мгновение. Ясмин и Харон работают бок о бок. Когда Харон замечает странное поведение Ясмин и спрашивает, в порядке ли она, Ясмин реагирует очень резко. Он постоянно поступает жестко по отношению к Харону. Пока дамы в особняке вяжут вместе, к ним приходит Дилан и говорит, что мне нужно с вами кое о чем поговорить. Мы все знаем происшествия с Ферратом и Гулем, но мы можем помочь им, вместо того, чтобы наблюдать, мы все должны научиться жить в этом особняке вместе. Я говорю, что мы, как дамы, должны возглавить это. Когда он спрашивает, дома ли мы, госпожа Азади встает, держит его за руку и говорит, это слова, достойные карабейской дамы, конечно, мы есть. Госпожа Сабиха и госпожа Кадер принимают это предложение при условии, что они уделят внимание своему малышу. Хасан выходит сзади и говорит, что этот очень полюбил даму. Когда Дилан говорит, что теперь наша цель ясна, Феррат и Гуль вернутся в этот особняк и все будут жить в мире, Сабиха видит там Хасана и смотрит на него. Пока Ясмин жалуется на браслет Сельмы, к ней приходит Севрии и пытается понять, в чем ее проблема. Ясмин рассказывает подруге так, будто ей скучно, так что не понимают, что это она. Когда моя подруга рассказывает мне, что мужчина, которого она любит, пошел и купил браслет для другой девушки, Севрии понимает, что это Сельма. Он звонит Дилан Гуль и говорит, не волнуйся, я и другие дамы убедим мужчин в ближайшем будущем, но на тебе также лежит большая ответственность убедить Феррата. Как я смогу вырастить этого ребенка без тебя и вешает трубку? Трубку. Тем временем приходит Бэрон и спрашивает, с кем ты разговаривал. Дилан не может сдержать улыбку на лице и уходит. Когда Севрия приходит к Харону и спрашивает, есть ли что-то между тобой и Селамом, почему ты купил ей браслет, Харон понимает, что он учился у Ясмин и что она ему завидует. Когда поэт приходит к Дживахиру и говорит, что мы узнали местонахождение Феррата, он поручает мужчинам внимательно следить за ним, ведь он входит в десятку наших мест. Поэт заставляет всех в особняке шаг за шагом следить за тем, что они делают и рассказывает Дживахиру, что они делают. Пока Дилан думала, с чего начать разговор с Бараном, Бэрон замечает ее взгляд и говорит, расскажи мне, в чем твоя проблема. Дилан рассказывает об этом Гюлю, говоря, что процесс беременности застрял в моей памяти, теперь я одна, меня охватил страх. Когда я сказал, Гуль был моим другом, я потерял друга, а Баран ответил, я поддержу тебя больше, не волнуйся, Дилан злится. Госпожа Гуль звонит Кадеру, и они спрашивают о самочувствии друг друга и узнают, как они. Пока госпожа Кадер разговаривает с Гулем, Джихан подслушивает этот разговор и очень расстраивается. Когда Дилан вошла в комнату и спросила, где она, она увидела, что Бэрон потерял сознание на диване. Затем, когда я сажусь рядом с тобой и говорю, я так сильно люблю тебя и твое упрямство, Бэрон открывает глаза и обнимает меня, скажи мне, какие еще мои черты тебе не нравятся, иди сюда, горячая девчонка. Дилан говорит, мне все в тебе нравятся, давай, пора Ифтор, и они вместе садятся за стол и втора. Когда госпожа Азади подходит к столу, как будто она вдруг забыла, Гизем говорит, позови и моих дочерей Феррат и Гуль. Потом, когда все на него смотрят, говорят, это его постящийся ум. Все дамы смотрят на пустой стул Феррата и Гуля. Чтобы отвлечь внимание, Баран говорит Дилану, смотри, они приготовили твои любимые блюда. Феррат и Гуль готовят еду из найденных ингредиентов. Когда Дилан упоминает слова Гэжи Айтен, госпожа Азади говорит, а моя Айтен, мы потеряли это слишком рано, дай бог, у нас больше не будет потерь. После того, как все сказали Аминь, госпожа Азади, похоже, снова забыла. Когда Кадер сказала, мы забыли о Феррате и Гюле, им следует приготовить что-нибудь и хотя бы съесть это на сахур, госпожа Кадер говорит, хорошо и не может сдержаться. Слезы, она встает из-за стола. В Феррате и Гюле госпожа Кадер беспокоится о том, как у нее дела. Когда Феррат жалеет мать Гуля, он говорит, что если хочешь, можешь вернуться в особняк, неясно, что со мной будет. Когда я спрашиваю, ты поняла, что из моей речи Роза, пусть будет любовь, все наши близкие здесь, ты не скучаешь по ним. Феррат не может ответить. Пока Гизем убиралась в комнате Феррата, она нашла альбом. Госпожа Азади взяла альбом и посмотрела на него, пока они сидели с геном Бараном Кудретом и Хасаном. Потом он начинает делиться своим горем и говорит, что этого бы не произошло, если бы ты вырастила этого ребенка, никто плохим не рождается. Господин Кудрет, когда вы ему говорите, что вас слишком волнует этот вопрос, обратите на себя внимание, он говорит, что чем бы он ни занимался, он незаменим от сына. Хасан встает от них и говорит, все время притесняйте меня, презирайте меня, тогда ждите, что я стану лучше, вы будете долго ждать. Харон хочет поговорить с Ясмин, и в этот момент звонит телефон. Пока Берон смотрит на свой ноутбук в постели, Дилан забирает его у него и говорит, что тебе нужно взять уроки по уходу за ребенком. Когда Берон не может справиться с Диланом, он встает, чтобы позаботиться о ребенке. Феррат и Гуль обнимают друг друга и делятся своей печалью по поводу произошедшего. Дилан заставляет ребенка плакать по ночам, и когда он плачет ночью, Дилан будет барана, чтобы тот позаботился о нем. Берон силой встает, берет ребенка на руки и бьет его, чтобы заставить его замолчать. Когда Дилан спрашивает, что ты делаешь, он говорит, я ищу кнопку, где она, затем замолкает. Баран кладет ребенка обратно на кровать и ложится спать. Пока Ясамин мыла посуду, Харун сказал, я не покупал подарок Сельме, зачем мне. Когда Ясмин внезапно оборачивается, она видит Харуна и пугается. Поскольку у Ясмин в ухе наушники, Харун не слышит, что она сказала. Хотя Харун хочет сказать это еще раз, он говорит, в любом случае, уже поздно, отпусти меня. Затем, когда Сельма сказала, у меня сломался котел, и я пришел спросить, знаешь ли ты мастера по ремонту, Харун сказал, тебе следовало позвонить мне, приходить не было необходимости. Когда ребенок снова плачет, Баран встает, заботится о нем, берет на руки и засыпает. Когда Дилан замечает это, она берет ребенка и кладет его обратно в кровать, и ребенок начинает плакать. Когда Дилан притворяется спящим, Баран снова встает, качает ребенка на руках, чтобы тот замолчал, а затем укладывает его спать. Баран садится на кровать и засыпает там, где сидит, а Дилан следует за ним. Пока Ясмин открывает ресторан и занимается делами, приходит Харун. Харун опаздывает, и Ясмин врывается, чтобы сказать, что она, должно быть, была занята вчера. Харун говорит, что найди выход сам и поговори с этой девушкой, иначе она съест тебя сырым. Утром Баран очень не спит, и Дилан подшучивает над ним. Когда Баран говорит, что истина будет очень простой, в этом нет проблем, говорит Дилан, к сожалению, правда Барана будет намного сложнее. Я чувствовала себя лучше, когда Гуль был со мной. Баран завершает тему, говоря, что мы говорили об этом и больше об этом не думаем. Когда Харун останавливает Ясмин, чтобы сказать вам что-то, Ясмин кричит, смотри, Харун, это три, я тебе кое-что скажу, продолжай говорить. В этот момент приходит Цеврия, и когда молодые люди здороваются, Харун здоровается, тетя, а Ясмин смотрит на нее и уходит на кухню. Когда Ферат спрашивает Гуль, стоит ли нам пересмотреть поездку в Мардин, она думает, что это далеко от нашей семьи и близких. Но это могло случиться с Фератом, поэтому Ферат отводит глаза и уходит, задаваясь вопросом, почему бы и нет. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.